а сегодня у нас как раз лекция которая в некотором смысле является венцом вот этой нашего цикла сокровенной страницы достоевского то что мы будем говорить о главном романе вот таком его последнем высказывание достоевского романе братья карамазовы это вот собственно у каждого писателя наверное есть какой-то вершин на его произведение с которым он вот так остается для вечности знаете как если говорится на страшном суде вот встает человек и предъявляет что-то последнее главное что вот он сделал в жизни вот достоевский конечно предъявил бы этот роман и вообще без этого романа совершенно непонятны очень многие события и явления 20 и 21 века вообще без этого романа вот если вы с этим романом незнакомые не встретились с ним еще пока я очень конечно советую этот роман прочитать потому что без него абсолютно непонятны действительно вот пути истории 20 века и наше с вами время и более того это не просто роман пророчества но это еще и роман о поисках выхода вообще вот романа будущем романа том может ли человечество вообще все-таки на какие-то иные пути выйти в истории в культуре мы говорили с вами о том что достоевского собственно еще вот первая запись которую мы разбирали записью гроба первой жены него мария дмитриевна достоевского прежде всего волновала тайна общей жизни вообще тайна человека и тайна общей жизни то есть того насколько человечество в принципе способна к тому чтобы почувствовать себя единым целым действовать как единое целое но действовать не как какой-то конгломерат послушно гоним их куда-то так сказать членов стада да это модель великого инквизитора и она как раз в романе братья карамазовы развенчивается вообще всем строим роман а достоевского прежде всего волновал вопрос о том может ли быть какое-то созидательное вот это вот единство такое которое будет убедительно для всех и который будет всех соединять и вот это главная задача самое сложное потому что мы знаем прекрасно и достоевский это тоже постоянно подчеркивает что очень легко так сказать разоблачать и критиковать и мы знаем критический реализм вот это вот определение которое закрепилась по отношению к вершинным явлением русской литературы 19 века да и всемирной литературы вот критический реализм который есть как бы действительно разоблачение из изъянки изнанки изъянов вообще бытия социального строя поведение человека вообще каких-то идей идеалов которые действуют в истории и действительно получается что вот убедительно и так действительно впечатляюще критиковать наличное существование мира и человека и человеческие взаимоотношения намного как бы проще чем вот нарисовать убедил идеал так чтобы он не смахивал на утопию на какую-то сусальную картинку на что-то такое упрощающее проблему так сказать нашего действия нашего будущего то есть вот так сказать и спрямить противоречия да как-то попытаться сделать вид что все хорошо прекрасная маркиза вот этого очень много было и собственно вот утопическая мысль как бы мировая утопическая мысль она очень часто как бы так сказать пытается создать вот эти проекты будущего действительно как бы поскольку есть в человечестве вот эта воля все-таки с к созиданию совершенного строя жизни но утопия она потому и утопия что она как бы спрямляет вот сложности движения человечества к совершенному состоянию вот она регламентирует пытается как-то регламентировать вот это социальное устройство в том или ином ключе и это в конечном итоге оказывается неубедительно кроме того она действительно пытается часто нарисовать какие-то внешние регулирующие социальные механизмы которые как бы так сказать не изнутри человеку не изнутри не из его так сказать потребности в братстве его потребности в общей жизни его потребности в общем деле так сказать воздействует на него когда сам человек приходит вот к пониманию того как необходимо жить и действовать в истории что он не может без другого человека а вот внешне опять же как-то так сказать вот это вот человеческое целое стряножить куда-то вести мы знаем очень много таких и утопий антиутопий вот существуют в истории ну из антиутопии конечно мы вспоминаем и и роман роман замятина мы и оруэлла вот мы вспоминаем многие вдохновляющие утопии как город солнца до компанеллы или так сказать утопию томаса мора или замечательно скажем атлантиду до бэкона вот где попытка такой как бы христианской утопии где в том числе есть место и науки научному знанию вообще опытному познанию мира много такого было в истории но беда в том что эти идеалы они как бы убеждают может быть только какую-то небольшую часть людей да то есть у них есть сторонники у них есть противники и тогда получается что этот идеал восстановится тоже как бы источником разделения людей на тех кто его принимает и тех кто его отвергает и соответственно вот парадоксальным образом как бы ввергает нас опять же в ситуацию борьбы противостояние там соперничество и так далее вот и собственно достоевский вот в братьях карамазовых да даже начиная собственно с того момента когда вот он эту записи гроба первой жены пишет о которой мы говорили в первой лекции но вот братьях карамазовых его особенно волнует вот этот вопрос о том а возможно ли что-то что вообще объединило бы всех что как бы так сказать стало бы важным и значимым вообще для каждого я вот этот вопрос его волнует вот именно тогда когда в конце семьи седьмого года он приступает вот к тому чтобы к созданию этого своего последнего романа где одна из тем ведущих и мы сегодня они обязательно будем говорить это как раз том числе тема семейства тема путей семейства и в том числе случайного семейства вот которая как вы помните она была еще в подростке мы в прошлый раз с вами говорили как раз о подростке как неком прологе вот к постановке этой темы родства не родственности и семейства как практического начал любви о чем собственно он и говорит братьев карамазовых о чем я сегодня буду говорить вот вот он приступает к этому замысел вот причем он настолько для него важный вот этот замысел он еще не знает что это его последний роман но у для него этот замысел настолько важный что он даже прекращает издание дневника писателя а дневник писателя это собственно было то чему достоевский себя посвящал два так сказать важных года 76 77 где он выступил в ипостаси не просто публициста а вот в этой новой форме диалога с читателем причем прямого диалога такого отчасти гоголевского диалога как выбранных местах из переписки с друзьями тут очень много параллелей мы можем найти вот диалога с читателями откликов на современность он пытался как бы донести свое слово и вдруг он оставляет вот эту очень важную для себя форму очень важный для себя жанр и начинает делать новый роман который действительно становится вот увенчанием здания всего его творчества и вот именно в процессе работы над этим романом он бы получает письмо как раз от ученика федорова николая павловича петерсона в котором тут небольшая собственно статья чем должна быть народная школа который тот излагает ему федоровский день и вот там собственно вот если говорить об этом еще очень несовершенном изложении день достаточно таком она опубликована в четвертом томе вот нашего собрания сочинений и вот это конечно еще такая призма и где то может быть тоже призма редуцирующий но тем не менее там две важнейших тема звучит эта тема воскрешающей любви и вообще любви сынов детей к отца их мысль о том что вот только соединяясь вот в этой любви к нашим близким отцам дедом прадедом мы можем стать вот этим все этой всечеловеческой общностью и не просто в любви воскрешающей любви воскрешение возвращение жизни ушечь вот казалось бы такая как бы дерзновенная тема и дерзновенная задача да вот и вторая значит важная важная тема который там звучит там три даже тема звучит эта тема значит вот любви сынов к отцам и соответственно семьи и семейства как той ячейки вот подлинной общности подлинного многоединства который фактически уподобляется троица то есть там звучит очень важная тема который сближает федоровый достоевского которую самого достоевского прикровенно звучало собственно на протяжении всего его творчества я рассказывала вам в первой лекции о том об этих как бы тринитарных союзах которые все время появляются у достоевского я его формуле бог есть идея человечество собирательного массы всех вот когда он фактически в статье социализма христианство рисует три стадии развития человечества вот такой вот первобытной не расчлененной стадии да где как бы родовой закон потом закон индивидуализма как он говорит этап цивилизации но тоже очень важно потому что там происходит такое осознание личного я вообще человек осознает себя личность это очень важный момент но там как бы по принципу антитезиса лицо личность собственно осуществляет себя как пишет достоевский в противоречии закону массы всех и вот некая конечно завершающей эпохи где происходит как бы личность возвращается в цел возвращается к другому и вот это не слия на нераздельное единство в котором осуществляется принцип любви взаимной жертвы вот и общего дела вот он собственно и становится ключом вот к построению общей жизни но достоевский об этом вот говорит именно там в черновых материал он так или иначе эту тему обозначает во всех своих романах мы уже об этом говорили когда разбирали роман бесы и роман подросток да и преступление наказание но тут он как бы говорит от себя и вдруг он встречает вот эту вот со стороны собственно незнакомого неизвестного его мыслителя встречает как бы некое вот общее движение мысли он видит в нем родство мы знаем насколько важно всегда бывает вообще для человека и для творца тем более почувствовать вот эту какую-то родственную душу в другом именно потому что сам достоевский понимал что тайна общей жизни она кроется вот в этом диалоге в этом я-ты отношений то конечно вот парадоксальным образом с федоровым устанавливает это я-ты отношений кстати я должна сказать что наша ведь программа достоевская она не заканчивается и мы феврале планируем она должна была быть у нас декабре но в силу вот ряда обстоятельств мы перенесли у нас должна быть большая выставка как раз о достоевском и федорове вот о таком как бы их встречах в русской культуре вот и мы будем там работать как раз вот на каких-то параллельных сюжетах их биографии их текстов их впечатлений и в конечном итоге как бы попытаемся выстроить вот это их движение навстречу друг другу и потом как этот диалог как при том что они не встретились лично как он потом так сказать резонировал уже в пространстве вот русской культуры 20 20 мы уже даже 21 века вот но что происходит вот тогда когда достоевский получает эти эти записи вот тогда появляются первые записки вот в записи к роману в которых мы видим вот эту вот рефлексию на идее федора рефлексия на идее федора и главная тема которая так сказать связывает здесь это вот напряженная рефлексия достоевского общая смерть и о переживании смертности человека и там появляется первый такой сюжет который потом разовьется в романе братья карамазов он пишет о правонявшим филарете дело в том что филарет дроздов это был замечательный такой пастырь 20 века митрополит московский который причислен к реку святых которого кстати очень ценил и федоров тоже он был проповедником причем проповедником очень смелым и ярким он говорил очень о многих так сказать он стремился христианство так вести в жизнь вот и федоров например даже в своих текстах цитируют его фразу например такую фразу сказано им в одной из проповедей неужели вы думаете что путь к вечной жизни лежит только через смерть лежит только так сказать через переход на небо вот для федорова это очень важная такая важная фраза и вот и это известный эпизод и что когда скончался митрополит филарет то началось ранее тление его тела в принципе вот христианской традиции вы знаете что есть понятие нетленности мощей и собственно некоторым таким свидетельством о святости человека служит вот это вот нетленность мощей да вот а вот этот вот ранее трение митрополита пила филарета но кстати для многих было тоже таким некоторым искушающим момент и вот мы знаем что достоевский фактически вводит потом в роман этот сюжет кто из вас читал вы знаете что этот как раз момент раннего тления причем кого одного из праведников романа старца засимы становится наиболее таким мучительным переживанием другого идея положительно прекрасного героя до алёши карамазов причем интересно как он переживает это раннее тление старца он не только переживает об этом пишут исследователи вот татьяна александра касаткина часто говорят о том что здесь может быть это тление было попущено для того чтобы старец засима как бы облик старца засима не застил алёши христа и чтобы он как бы не надеялся на какое-то внешнее чудо которое вот так сказать час как бы изменит все бытие вот но мне кажется что здесь не только это потому что как бы любой художественный образ у многогранен если прочитывать вот этот вот сюжет как раз тлением засимы вот сквозь призму все-таки главный вот этой федоровской идеи то мы конечно понимаем что здесь главная боль алёши да и достоевского тоже вот в этом как бы развоплощение в том что мы слышим о церковных панихидах плачу и рыдаю когда как бы вижу смерть до видел во гробе когда помышляю смерть видел во гробе лежащую по образу и подобию божию созданную нашу красоту безобразную бесславную не имущий вид то есть дело не только в том что старец так сказать что не совершилось вот это какое-то прославление старца в силе и славе да вот когда и сам алёша мог бы испытывать какой-то момент гордости за своего старца нет не в этом только дело он действительно любит засим и вот именно эта любовь вот это очень важно потому что мы знаем что и для федорова для достоевского главное так сказать что вообще определяет определяет отношение человека к человеку отношение вообще к миру это конечно отношение любви а любовь и достоевский это постоянно показывает в других своих текстах это уникальность любви в том что любовь обращена не просто какой-то нашей духовной душевной сущности любовь обращена к целостному человеку во всей полноте его духа телесного единства то есть когда мы любим другого мы любим его целостно и не случайно мы знаем у того же достоевского очень много таких эпизодов романах когда люди вот именно глубоко переживают они может быть и верят даже бессмертие души в то что так сказать и мы все верим но тем не менее веря в бессмертие души мы сами прекрасно знаем теряя близких как нам не хватает вот этого реального присутствия здесь и сейчас этого человека чтобы можно было его обнять чтобы можно было пожать ему руку что то вместе с ним сделать да и так далее ты все равно чувствуешь какая колоссальная редукция происходит когда происходит вот это развоплощение и это конечно чувствует алёша то есть страдает и как бы наша любовь как раз это колоссальный удар по нашей любви вот как бы всякая смерть именно это чувствует то есть вот это разложение телесной храмины существа которую ты вот чтил это очень много и в братьях карамазовых мы помните это будем видеть в каких эпизодах но один из самых там один из конечно там тема смерти и вот этого переживания смертности она там есть ну конечно это сюжет с илюшечкой до илюшечка мальчик который так сказать вот это семейство снегиревых мы еще будем говорить о том почему она так важно для достоевского вот но там умирает этот ребенок и вот его хоронят и вы помните этот достоевский мастер деталь а через деталь всегда как бы вот целое и проявляется так вот достоевский рисует как сапу когда возвращаются они с кладбище вот капитан снегирев видит сапожки илюша стоящие у пустой кроватки и он совершенно захлебывается плачем он бросается целует эти сапожки и что он так говорит илюшечка милый батюшка ножки твои то где ножки твои то где то есть вот эта тоска по целостности так сказать вот присутствие родного и любимого нами человек то же самое конечно в знаменитый этот эпизод когда старец засима общается с крестьянками вот когда вы помните да когда в киву совершается вот в монастырь приезжают собственно все карамазовы старец засима должен как-то разрешить вот этот спор в карамазовском семействе и на какой-то момент он их отставляет и выходит беседовать там есть такая главка которая называется верующие бабы верующие бабы и вот там как раз происходит вот этот знаменитый диалог достает старца засима с крестьянкой когда она говорит ему жалуются на то что она не может никак побороть скорбь по своему мальчику маленькому ребеночку который трехлеточек совсем и который умирает вот какой-то болезни мы знаем какой мор детский мор был в 19 веке да и так далее и вот мать потерявшая ребенка и главное что она говорит вот мы тоже там мы видим этот мотив важности целостности присутствия любимого существа когда она говорит мне все время кажется что хоть бы я раз его увидела почувствовал как у ножками своими так сказать пробежится вот по избе вот ножками своими там вот эти ножки ножки твои то где да вот вот это все очень важно то есть для достоевского достоевский не редуцирует это понимаете для него вот вот чем он силен да ведь очень просто было бы сказать и он об этом пишет кстати в дневнике писателя когда он размышляет о самоубийство среди молодежи и говорит о том что почему люди уходят из жизни потому что они у не умеют вот не имеют высшей идеи существовать какая высшая идея существования дальше спрашивает достоевский идея бессмертия души человеческой да вот надо веровать бессмертие в то что все таки вот со смертью не кончается все и тогда это как бы есть некая опора нашего существования в бытии вот как бы достоевский это произносит но тем не менее мы понимаем вот когда мы вот наблюдаем так сказать очень сложную систему художественную его творчество а это не только в братьях карамазовых будет после встреч с идеями федоров это конечно будет и раньше более того он это чувствует когда он это чувствует во первых конечно у гроба мари дмитрина достоевская когда он может себе представить ведь мы начинали с этого целую ночь сидит у гроба жены в общем-то в смерти которой он чувствует свою вину так или иначе потому что мы всегда чувствуем вину когда уходит из жизни наши близкие или просто люди это очень важно важное такое психологическое ощущение которое дает тоже основу вот как федоров считал вот будущего нашей общности нашего общего дела вот вот он это там ощущает и потом конечно кроткая вот эти знаменитые вставные так сказать новеллы дневника писателя который тоже до братьев карамазовых еще до встречи с идеями федор кротко где он буквально фактически вот этот эпизод так сказать сиденье у гроба умершей жены и воспроизводит когда там вот этот закладчик который там очень трудная такая как бы история взаимодействие любви двух существ двух в общем-то раненых жизнью одиноких существ самолюбивых существ по-своему каждого самолюбивых да вот это вот девушка молодая так роткая и вот ее муж до закладчик и вот кончается тем что она в общем так они друг друга измучили что она в конце концов выбрасывается из окна с иконой богоматери в руках для достоевского то это кроткое самоубийство причем интересно что он этот эпизод ведь берет из газет потому что в газетах были эти так сказать это в этом это было одно из сообщений в газетах и вот это кроткое самоубийство он говорит она мучает царапает сердце он об этом пишет дневники писателя потом вот он создает кротку и он там сидит у гроба супруги самоубийцы и он чувствует абсолютное отчаяние почему потому что невозвратимо люди на земле одни вот беда и он тоже рай я бы окружил тебя он тоже вот трепещет над ее этим телом помните простите конец идиота когда мышкин и рогожин сидят вот у тела анастасии филипповны обставляют ее там с клянками с этой самой жидкостью чтобы дух не пошел дух не пошел ну штука для чего не идет и вдруг что если бы не хоронить вот это в черновиках к идиоту там просто это прямо звучит что если бы не хоронить то есть они как бы не хотят вот для них нестерпимо что дальше что должно начаться разложение тело то вот они хотят что если бы не хоронить у достоевского таких прорывных вот сюжетов и в подготовительных материалах и вот уже в прямых текстах его очень много как и подросток как вы помните будет рыдать над этой умершей девочкой алиночкой маленьким подкидышем которые там подкинули еще в москве когда он жил когда он копил свои вот эти ротшильд мечтая так сказать стать ротшильдом копил свои вот эти вот рубли и накопил уже какую-то большую сумму и тут вдруг подкинули маленького ребеночка он тут же как бы его сердце совершенно рвется он ее устраивает помогает там хлопочет и устраивает ее в семью а потом она заболевает он приводит доктора пытается что-то сделать и она умирает он будет как же я плакал я буквально рыдал и выл там выл есть вот это слово над моей бедной былиночкой вот мы понимаем да как это важно вот это дух и телесность что вот это вот смерть это действительно нестерпимо совершенно для церкви поэтому так важно вот это вот слово которое прозвучало так сказать вот в изложении петерсона о том что мы не просто должны чаять воскресенье мертвых а мы должны как бы приближать его мы должны его осуществлять что воскресенье предков как он говорит зависит от нас эта фраза которая уже появляется как раз подготовительных материалов к роману братья карамас то есть что не просто мы прощаясь с ушедшими как бы уже как бы на волю божию оставляем вот эту будущую таскать будущее их возвращение в реальность будущее воскресенье а что мы тоже соработники мы так или иначе должны тем или иным образом как бы быть соучастниками этой общей работы об этом говорит федоров и это важно для достоевского он по-своему тоже это осмысляет он по-своему это осмысляет вот почему так болезненны в братьях карамазовых вот эти все эти эпизоды детской вот это так сказать разговор с крестьянкой да когда она говорит вспоминает о мальчике трехлеточки погибшим и вот ножки и девушечки дело в том что как раз процессе работы над братьями карамазовыми но вот достоевский теряет сына это в начале работы над этим замыслом значит вот 24 марта 1878 года он пишет вот это знаменитое письмо петерсону где он как бы говорит о том что взволнованную выражает реакцию на идею этого неизвестного мыслителя да говорит что прочел их как бы за свои дальше главный ты поэтому такой главный вопрос который он задает петерсону как вы понимаете воскресенье как вас мышлитель понимает воскресенье он понимает его просто как-то мысленно там как ренан что вот мы будем в памяти восстанавливать полноту знаний об этих так сказать ушедших наших или он буквально верует в то что пропасть между так сказать земным и небесным засыпется как он будет победиться побежденную смертью и они то есть умершие воскреснут реально в телах вот опять возникает вот эта идея воскресенье в телах то есть мы видим да как для достоевского это важно и дальше он как бы исповедует свою веру я верю что вы с мы здесь я и соловьев то что тут он еще как бы от владимира соловьева которую он идеи федорова излагает значит по крайней мере верим что воскресенье будет реальное буквально и лично и что она сбудется на земле значит это 24 марта проходит меньше чем полтора месяца и умирает его младший сын причем любимый сын вообще достоевский ведь терял дважды детей и первый ребенок которого он потерял это соня мы знаем имя соня одно из любимых имен достоевского он дает это имя всем своим вот героиням а женщина в мире достоевского она как раз вообще сшивает вот это вот полотно человечества если мужчины они постоянно находятся в состоянии какого-то такого самолюбивого гордынного противоборства то женщина сшивает вот эти ткани распадшиеся как бы человеческой общности и мира и вот софия софия премудрость божия это одно из излюбленных имен достоевского тихая кроткая сонечка до мармеладова мы помним это еще написано так сказать 66 год он тогда вы написан уже роман когда произошла встреча с анной григорьевны достоевской а потом когда они уезжают в европу у них рождается дочь почему это для достоевского был долгожданный ребенок у него же в первом браке не было детей вот с марией дмитриевны достоевской не было детей и вот родилась долгожданный ребенок он трепетал над этим младенцем сонечка четыре месяца в четыре месяца она умирает причем умирает как от случайности для у достоевского вообще постоянное вот это вот переживание роковых случайностей которые оказываются вот такими когда так сказать они прекращают жизнь человека вот это постоянно его эта проблема случайности роковой она его волнует потому что что там произошло они пошли гулять скальну там колясочка какая-то была они пошли гулять а это было в швейцарии в жене а в швейцарии очень климат переменчивый то есть там может быть мы сами вот когда были в швейцарии путешествовали по местам достоевского когда был там конгресс в швейцарии я была потрясена как так сказать там быстро все меняется то есть тут вроде солнышко тепло и вдруг налетает такой холодный ветер вот биза и становится холодно там начинаются такие пары вот они пошли гулять налетела эта биза и ребеночек простудился простудилась девочка ну а то даже не было ни антибиотиков не вот как сейчас все таки спасают деток спасти ее не смогли она умерла и вот достоевский есть несколько совершенно душераздирающих его писем его писем майкову когда вот его друг ближайший поэт майков не всякому достоевский вообще раскрывал свою боль но вот майкова он раскрыл и он говорил вот она смотрела на меня своими вот глазеночками она все уже понимала и он говорит мне говорят меня утешают что у меня будут еще дети а где соня где эта маленькая личность вот посмотрите он ребенка четырехлетнего называет маленькой личность за которую я смертную муку приму то есть вот это невозможность замены и то есть невозможность того на чем мы всегда стремимся утешаться когда теряем близких ну понятно чем утешается чек родовым бессмертием да то есть тем что ну хорошо уходит из жизни наши близкие но рождаются новые люди это сильно колоссальное утешение когда мы смотрим на детишек они рождаются они взрослеют для от жизни значит действительно так длит жизнь и слава богу на этом она как-то ну так сказать устанавливается и не терзается так вот этой действительно этим ужасом вот невозвратимости да когда умирают вот дети или там близкие нам люди родители там братья и сестры и так далее друзья наш вот но невозможность замены то есть у меня будут еще дети а где соня то есть невозможно одну личность заменить другой одного ребенка заменить другой а родители вообще не заменимы как мы понимаем да вот это вообще вот федоров это очень хорошо чувствовал что родителей от которых ты произошел ты не можешь даже мультиплицировать ты не можешь заменить родители он вообще единственный вот у тебя есть мать и отец еще детей ты можешь там нарожать а родители ты не заменишь вот тут очень много таких смыслов которые достоевский федоров нам дают и вот опять же вы братьям карамазовым помните как кричит капитан снегирев не хочу хорошего мальчика не хочу другого мальчика когда так сказать ну даже отметая саму возможность что можно еще так сказать кого-то полюбить и кто-то может заменить ему илюшечку вот понимаете вот это вот неповторимость каждого человека каждого я вот это то что утверждает достоевский вот так художественно и он это чувствовал конечно через свой собственный опыт это всегда очень важно как вот этот писательский опыт совершенно таким становится как бы он его осмысляет и как все человеческий опыт и потом передает его как все человеческий значит вот потеря первого ребенка ну потом вот у него рождается дочь люба потом рождается сын федя и наконец то есть вот как-то обретается эта полнота немножечко затягиваются эти раны утраты и потом рождается вот этот четвертый ребенок а ребенок был совершенно уникальный и это вы знаете это тоже какой-то парадокс который вот меня тоже всегда волнует по отношению вообще к тому как часто бывает и может быть это какой-то очень важный урок нам который мы совершенно пока не осознаем вот федоров его осознавал а когда уходит из жизни мы все говорим ходит из жизни лучше уходит из жизни самые прекрасные почему там господь забирает вот самых каких-то хороших положительно прекрасных людей да почему дети которые такие тоже чудесные тонко чувствующие какие-то как будто не здешние вот они уходят из жизни кстати почему животные даже такие тоже бывают которые у меня была такая кошка кошечка жулечка я ее называл кошка который видела ангелов она прожила три месяца ушла из жизни понимаете вот мы всегда говорим почему вдруг это происходит вот самый тонкий чувствуешь вот таким был этот старый ребенок достоевского у него вот эти вот средние дети вот такой видимо была соня потому что как-то он и чувствовал она еще не успела развиться за пределы младенчества да вот у него вот эти средние дети они были хорошие но они были такие нормальные понимаете они в общем то как бы нормальные хорошие дети прекрасные замечательные потом каждый так сказать свою судьбу у каждого была своя судьба и так далее а вот этот вот алёша про него действительно вот свидетельство что это был какой-то совершенно уникальный замечательный мальчик удивительный мальчик то же самое было между прочим у толстого вот его ванечка мальчик который он теряет когда ему было потом семь или восемь лет ребенку вот ванечка когда толстой буквально который так легко эпатировал того же федорова говорил смерти нет говорил люблю эту курноску а федоров говорил можно так бросаться словами он знал уже о смерти ванечке это произошло в девяностые годы и в девяносто девятом году он пишет в статье разговор с толстым если бы толстому принесли череп его собственного ребенка сказал ли бы он люблю эту курноску и вот когда умер нас вот когда вот реально сталкиваешься с этим опытом смерти когда умер ванечка для толстого это было абсолютная вообще крушение всего набры дал над этим ванечка они все очень любили они очень как-то он сам толстой верил очень в этого ребенка это был очень только тонко чувствующий талантливый ребенок и вот здесь происходит такая же история то есть умирает этот ребенок причем от чего он умирает тут еще одна очень тонкая такая вещь которую достойски болезненно переживал и который очень тоже чувствовал федоров вот это так называемая проблема наследственного груза наследственных болезней наследственного греха потому что ребёнок умер от приступа эпилепсии. Мы знаем, что у Достоевского был вот этот. Это болезнь, очень трудная болезнь, которая тоже дала ему ощущение, на самом деле, того, как вообще хрупко человеческое существование, и как оно на самом деле невыносимо, когда вот эта полнота наших духовно-душевных каких-то возможностей и потребностей вдруг наталкивается на эти, так сказать, абсолютные тиски нашей вот этой физической природы, когда мы абсолютно не можем ничего сделать. Ведь тут же ещё что важно, вот об этом Фёдоров постоянно пишет, когда он говорит о том, что почему он говорит о регуляции, о регуляции, как бы духотелесной регуляции, потому что дух как бы должен управлять вот нашим материальным естеством. А в припадке, и мы часто знаем, что он может управлять, мы можем как-то сдерживать наши какие-то порывы, гнева, можем остановиться, можем попросить прощения, мы можем как-то, так сказать, опамятоваться, мы можем какие-то вещи регулировать, сдерживать, мы можем сдерживать какие-то проявления нашей физиологии, это мы что-то можем. Но здесь вот именно в припадке эпилепсии тут ничего сдержать нельзя вообще, в том-то и дело, что это вот неврологические такие вот проявления, которые человек не контролирует. И понимаете, какой это на самом деле опыт это был у Достоевского переживания вот этих моментов. Причем ведь когда? Человек же мог в припадок упасть вообще посреди, так сказать, ну как мы стараемся все себя держать все-таки в обществе, да, в приличном состоянии, даже если что-то у нас происходит, или мы там, так сказать, как-то расстроены, или мы болеем, но мы стараемся, когда мы приходим все-таки в социум, мы стараемся как-то себя собрать, да, что называется, не распахиваться, не расстегивать. Вот. А тут ты ничего не можешь. И у Достоевского, помните, князь Мышкин, опять же, он же это все передает своим героям. Князь Мышкин как раз на вечере Юпинченых, когда он уже жених, жених Аглай, и он произносит там знаменитый вот этот монолог, вообще вот как раз о человеке, об истории, вот, и когда он говорит, посмотрите на ребенка, посмотрите на Божью зарю, он фактически тут проповедник вообще вот этого тоже нового строя отношений, посмотрите в глаза, которые вас как бы любят, да, на вас смотрят и вас любят, и в этот момент он падает в припадки, в этих корчах. И это же было и у самого Достоевского. Вот Анна Григорьевна описывает в воспоминаниях, в дневнике описывает, вот как первый раз она была свидетельницей припадок. Это было как раз тоже, когда Достоевский был женихом уже, но только ее. Это первый раз она увидела его припадок. Понимаете, да? То есть на самом деле, вот чем велик Достоевский, что он буквально вот всеми печенками чувствует вот этот вот действительно трагизм человеческого существа, как вот смертного и сознающего свою смертность, сознающего вот эти припоны. И вот, знаете, есть несколько писем вот Достоевского, когда он пишет о вот этой смерти Алеши, своего мальчика. Они очень такие скупые. Дорогой, любезный брат Николая Михайловича, это он пишет своему брату, сегодня скончался у нас Алеша от внезапного припадка подучей болезни, которой прежней не бывало у него. Вчера еще веселился, бегал, пел, а сегодня на столе. Ну и там дальше. Пожалей Коли, Алеша, ты его часто раскал, помнишь, представлял пьяного Ванька Дуляк. Грустно, как никогда, все плачем. Твой брат Федор Достоевский. И вот он всем, вот кому пишет, вот эти там несколько писем, они опубликованы, там все время вот буквально маниакально у него мысль упирается вот в это, бьющее током понимание хрупкости жизни. Вот этой какой-то совершенно ошарашивающей его молниеносности перехода от вот этой жившей, дышавшей в личности, вот бегавший этот ребенок, веселился, играл, и вот в абсолютно вот это состояние смерти, да? Когда все, и уже ты ничего сделать не можешь. И главное, к чему он тут взывает тоже, полюби, пожалей, помни. Вот это тоже очень важно. Что как бы он просит вот этой любви уже к умершему мальчику, не к себе. Он просит сочувствия не к себе. Он просит молитвы и любви вот к этому ушедшему ребенку, да? Вот, то есть он взыскует, прежде всего он не просто сообщает, когда будет похорон, он взыскует вот этого сочувствия как бы в адрес ребенка. И вот интересно, что, если мы обратимся к воспоминаниям Анны Григорьевны Достоевской, вот описание смерти Алеши, и когда там она реакцию пишет, то вот интересно, что там она рисует две психологических реакции Достоевского на эту смерть. Вот с одной стороны, она пишет о том, что он был страшно потрясен, писатель, он как-то особенно, она пишет, любил Лешу почти болезненную любовью, точно предчувствия, что его скоро лишится. И кроме того, она говорит о том, что особенно угнетало Достоевского то, что ребенок погиб от эпилепсии. То есть он как бы чувствует вину свою в гибели этого ребенка. Вот для Федорова, для Федорова, вот это ощущение невольной вины, потому что он же ненарочно ему передал эту болезнь. Вот этой невольной вины за уход другого, Федоров больше говорит о вольной вине нашей в смерти родителей. Потому что, действительно, мы же ненарочно их вытесняем из жизни. Но Федоров постоянно говорит о том, что рождение маленького существа, это уже как бы в порядке природы начало смерти его близких. И ты тут тоже как бы вот сколько бейся, не бейся, ты ничего не можешь сделать, ты его невольно мы вытесняем из жизни отцов. И здесь точно так же, да, Достоевский показывает как бы другую сторону, потому что умирают же не только родители, умирают и дети, и братья, и, так сказать, и младшие, и старшие, все умирают. Вот он показывает, как вот этот груз, как бы, так сказать, вот наследственности, наследственных каких-то болезней, наследственных переживаний, вот, и так далее. Он тут вот тоже начинает работать. А второе, это, так сказать, когда он призывает саму Анну Григорьевну там смириться вот с этой кончиной. То есть такая как бы благочестивая христианская реакция, потому что Анна Григорьевна еще не менее остро, как вы понимаете, мать переживала, она сама пишет, что я охладела ко всему, к хозяйству, к делам, вся отдалась воспоминаниям последних трех лет. И что происходит дальше? Вот. Дальше Достоевский едет в Оптину пустыню. Это известные потещения Оптиной пустыни, когда это все вот, как бы, так сказать, пролог братьям Карамазовым, в это время идет работа над замыслом Рома. Он едет в Оптину пустыню, собственно, он встречается с старцем Авроси. Откуда у нас старец Зосима-то появляется вообще вот в братьях Карамазов? Значит, он едет вместе с Соловьевым. Причем, ну, уже достаточно исследовано это путешествие в Оптину. Тут и отец Героди Беловолов об этом писал, и другие. И там, в общем, они выяснили, что он едет фактически на 40 дней Алеши. Вот если там посчитать, так сказать, момент приезда Достоевского в Оптину пустынь, то это как раз... Он приезжает на 40 дней, и он там служит панихиду по своему ушедшему мальчику. По своему ушедшему мальчику. Вот. И там он тоже рассказывает, и вот там потом Анна Григорьевна вспоминает, что он рассказывает старцу о постигшем нам несчастье и бурно проявившемся горе самой Анне Григорьевне. И вот там как раз он передает ей благословение, и те слова, которые в романе старец Зосима говорит о печальной матери. А какие он там говорит слова? Он говорит, твой младенчик у Бога пребывает. Что он как бы за тебя уже Бога молит. Ну, это мы знаем все, действительно, как бы представление о том, что вот все-таки души умерших младенцев, да, невинных младенцев, они как бы попадают в рай, и действительно они как бы становятся молитвенниками за, так сказать, живущих. И это, собственно, лежит в основе вообще культа предков, так сказать, и в дохристианских культурах. Вот, кстати, например, и в тех, как бы, культурах, в которых есть двоеверие, например, вот, скажем, в Мексике, там у них, если ребенок или какой-то ушедший уходит из жизни, да, вот уходит из жизни, он становится потом покровителем всех там детей, которые, допустим, уже родились и живут. Ну, то есть это все понятно. Но дальше она пишет о том, что вот, когда вернулся Достоевский, то есть она, да, она пытается показать, как он, так сказать, благочестиво христиански ее утешал, а с другой стороны, она пишет, у нее прорывается вот эта вот правда, на самом деле, которая у них там была, правда их отчаяние. Как ни старались мы сможем покориться волей Божией и не тосковать, забыть нашего милого Лешу мы не могли. И вся осень и наступившая зима была обращена печальными воспоминаниями. То есть, на самом деле, конечно, реакция Достоевского была не менее безутешная, чем Анна Григорьевна, но он искал вот этот созидательный выход. И роман «Братья Карамазовы», и понятно, что выход просто «Утешение в бессмертии души» уже здесь не работал. Вот, не случайно, ведь когда, заметьте, что говорит крестьянка, опять же, возражает она, и на это обратил внимание, кстати, исследователь, автор замечательной книжки «Рай на земле» к идеологии творчества Достоевского Достоевский и Фёдоров Александр Константинович Горский. Она сейчас переиздана, эта книга, и вот у нас она тоже есть в музее, и есть электронная версия, можно на сайте библиотеки Фёдорова скачать первый том «Сочинение Горского», и там ознакомиться с его анализом, очень интересным как раз текстом Достоевского, в том числе романа «Братья Карамазовы». И вот что отвечает на эти слова, значит, что вот он там у ангелов пребывает, а она жаждет немедленного восстановления реального земного присутствия. Тем самым и Никитушка, это её муж, меня утешал в одно слово, как ты говорил, неразумно это и говорит, чего плачешь? Сыночек наш, наверное, теперь у Господа Бога вместе с ангелами воспевает. А дальше очень тонкая, опять тонкая деталь. То есть вроде бы её муж утешает, но дальше говорит он это мне, а и сам плачет. Вижу я, а как и я же плачет. То есть мы понимаем, опять это единство скорби. Ну и так далее. Знаю я, говорю Никитушке, дальше вот этот эпизод. Где же ему и быть, коль не у Господа Бога? И хоть бы я только раз взглянула на него разочек, только один разочек на него бы мне поглядеть, и не подошла бы, к нему не промолвила, в углу бы притаился. Это, конечно, такое раздирание, что просто сил нет. Только бы минуточку иди, ну, повидать. Послыхать его, как он играет на дворе, придёт, бывало крикнет своим голосочком, только бы услыхать его, мне, как он по комнате своими ножками пройдёт разик. Только ножками разик. И так далее. И поясочек его. Вот его поясочек. То есть опять, вот этот Фёдоровский музей, откуда рождается, мы помним, да, как Фёдоров, когда говорит, всякий человек носит себе в музей. Помните, он всегда говорит о том, что любая вещь, которая на память об ушедших мы храним, она как бы для нас становится таким образом его личности. Мы как бы соединяем, у нас есть какое-то воспоминание об этом человеке, как он носил эту вещь, или, может быть, как она с чем-то была связана с ним. И вот у нас стоят эти вещи, мы не можем их выбросить, потому что это не просто какая-то вещь тиражная, одноразовая, а это то, за чем встаёт живая личность, уже бывшая, и это как бы знак её присутствия на земле, знак того, что смерть не окончательна. И вот как вот она этот поясочек протягивает старцу, как потом сапожки будет капитан Снегирёв, а сапожки эти целовать своего мальчика, тоже вот это присутствие его на земле. Вот это очень важно, понимаете, это тут как бы как раз вот почему я эти вещи заостряю, потому что важно, что Достоевский ищет вот эти ответы, как бы не редуцируя всю вот эту сложность и вообще трагизм человеческого бытия. И вот он пытается найти, он пытается найти. Вот. И, конечно, что он делает в этом романе? Во-первых, он, конечно, там воскрешает Алёшу. Он воскрешает Алёшу, я думаю, что он его воскрешает в Алексея Карамазова. Он не случайно даёт имя своему главному герою Алексей. И вот если так себе представить, каким, может быть, мог бы быть вот этот Алёшенька Карамазов, Алёшенька Достоевский, вот судя по тому, как о нём, какие сохранились о нём свидетельства и как сам Достоевский, так сказать, его описывал. Может быть, действительно, это и был бы путь Алёши. Вполне возможно. Вот. Который, как вы помните, говорил, да, когда только узнал, так сказать, что есть Бог и бессмертие, он сказал, хочу жить до бессмертия, половинного компромисса не принимаю. Там такая горячность его сердечная. А ещё один очень важный эпизод, опять же, почему вот это всё время тема памяти об ушедших, она проходит красной нитью через все братья Карамазовы. А вы помните, с чего начинается роман и вообще, как появляется Алёша-то в романе? Почему он вообще появляется в этом городе Скотопригоневск? Он приехал разыскивать могилу матери. Понимаете, да? Мамы своей, вот этой тоже как раз Кликуши, вот этой вот святой как раз женщины, которая перед образом Богородицы молилась о своих детях. Уже матери нет живых. И вот он приезжает разыскивать могилу матери. И потом в финале романа он будет у Илюшина, он будет хоронить Илюшечку и у Илюшина камушка. Они будут говорить как раз о чём? Они будут говорить о памяти об ушедших, которые есть основой единства живущих и любви их друг к другу, и основой братства. Вот тут мы понимаем, как завязываются вот эти вещи и через биографию самого Достоевского, который призывает помнить его мальчика и сам помнит со своей женой, А причём тут ведь ещё знаете, какой важный момент? Вот смотрите, ведь об этом постоянно тоже у Достоевского мысль о том, что сколько длится человеческая память вообще, сколько она вот присутствует у нас. В подростке, там Макар Иванович Долгорукий, он говорит, предел памяти человека сто лет. Ну вот сто лет ещё будут помнить его потомки, его, а потом зарастёт его могилка, как бы, так сказать, белгорючий камушек на ней, никто не будет узнать вообще, что за человек там и какое имя там написано. Мы всё это вот знаем по нашим кладбищам. И вот замечательный отец Андрей Дударев, священник из города Пушкина, вот он пытается воздвигать такое течение встречное, делая совершенно невозможное, восстанавливая вот эти вот кладбища, на которых стёрлись уже, так сказать, имена людей. И вообще, даже стёрлись не только уже камни, а могилы стёрлись. И он находит этих людей, и находит потом их потомков. И эти потомки обретаются, так сказать, своих близких. Для них вот эти безвестные, так сказать, могилы, они становятся уже, так сказать, реальными, уже, так сказать, их личной общей памятью. А так, в принципе, сто лет. И вот, конечно, не случайно, он вот в этих письмах, значит, письмах своих близким людям, приглашая их, так сказать, на похороны своего мальчика, он их прежде всего просит допомнить и любить. Потому что он понимает, что на самом деле, вот особенно в тех случаях, ну, когда уходит из жизни какой-то человек, который себя как-то, ну, зарекомендовал, у него очень большой круг общения, понимаете, он что-то сделал в культуре. Его очень многие помнят. Потом, так сказать, вот Достоевского. Мы, по-моему, весь мир Достоевского упоминают, мы его любим сердечно, понимаете, не было бы, наверное, дня, если бы, вот скажем, в течение этого года кто-нибудь где-нибудь Достоевского не поминал. Да я думаю, что вообще нет ни одного дня в истории, где бы вот на жемном шаре кто-нибудь бы да не обратился или к тексту Достоевского, или к его мысли не помянул его имени. А сколько таких людей, которые совершенно вот так безвестно уходят. Помните, вот было утючево стихотворение русской женщины? Да и жизнь твоя пройдет незримо, в крови безлюдном, безымянном, на незамеченной земле, как исчезает облак дыма, на небе тусклым и туманным, в осенней беспредельной мгле. То же самое и вот люди безвестные, у которых мало родных, которых никто не помнит, или которые что-то смогли пожить чуть-чуть детки. Кто их помнит? И поэтому так важно вот это памятование хотя бы небольшого вот этого родственного круга. И вот поэтому Достоевский так призывает своих близких, брата и друзей, и он пишет своему пасынку, кстати, Паше. Вот это тоже очень важный момент. Тоже приглашает его на похороны, тоже приглашает помнить и поминать его мальчика, потому что пасынок, у него сложные были отношения с пасынком, но он любил очень своего пасынка. Это был сын как раз Марии Дмитриевны Достоевской, его первой жены. Но Достоевский, он сложный был такой юношей, и вообще со сложной судьбой. Но Достоевский постоянно о нем пекся. И хотя временами у них бывали и ссоры, и какие-то, так сказать, стычки, но тем не менее он искренне любил Пашу и всегда ему помогал. И он призывает тоже Пашу к любви как бы к своему фактически единокровному. Даже не единокровному, а просто как бы сводному, сводному брату, к памяти и любви. Вот тут возникает эта очень важная тема как бы расширяющегося семейства, к которой я сейчас перейду. Так вот, что у нас происходит в финале братьев Карамазовых, когда у этого Илюшина камушка собираются мальчики, их там 12, как вы помните. То есть понятно, что здесь некая, конечно, у Достоевского есть отсылка к Христу и 12 апостолам, и перед ними, значит, и с ними Алёша Карамазов. Ведь он же, собственно, вся речь Алёши у камня, она посвящена вот этой теме памяти. Будем помнить Илюшечку и, соответственно, друг о друге. Будем любить друг друга. То есть вот любовь и память там оказываются абсолютно нераздельны. И более того, он не просто говорит помнить вообще. А вот тут, конечно, надо процитировать обязательно, потому что сейчас я открою эту финальную речь Алёше. Потому что, опять же, очень важны вот эти вот детали. когда он говорит буквально так. Будем, во-первых, добры, потом честные, потом не будем никогда забывать друг о друге. И согласимся здесь у Илюшина камушка, что не будем никогда забывать, во-первых, Илюшечку, а во-вторых, друг о друге. И что бы там ни случилось с нами в жизни потом, хоть бы мы и 20 лет потом не встречались. Понимаете, какую перспективу он даёт вообще на вот эту жизнь. Что действительно, это можно представить, что это какое-то пророчество тоже о будущем. Потому что мы знаем, что с людьми вот этими мальчиками произошло потом начало века. Дальше, так сказать, революция, гражданская война, как люди были размётаны. Первая мировая война, сколько погибло там людей в этой мясорубке. Как люди все были размётаны. И вот 20 лет потом не встречали, всё-таки будем помнить о чём. О чём помнить? О том, как мы хоронили бедного мальчика. В которого прежде бросали камни. Вы помните, там ещё этот очень важный момент, как меняется отношение вот этих детей, которые были гонителями, Илюшечки. Вот эта тема неродственности, и розни, и небратства, очень важная для Достоевского, которая тоже проходит через всё его творчество, которая была важна для Фёдорова. Она тоже воочию является в романе, где они бросают эти камни. А потом так его полюбили. То есть это тоже очень важный момент, когда Достоевский говорит, что человек в принципе через любовь, через открытие в другом человеке уникального, неповторимого я может прийти от небратства к братству. От вот этой розни к любви. В которого прежде он был славный мальчик и так далее. Будем помнить его, господа, и так далее. То есть вот это вот. И дальше он говорит буквально какие-то такие детали, он говорит. Будем помнить и сапожки его. То есть будем помнить, как он восстал на всех. Будем помнить и лицо его, и платье его. То есть конкретная память. Не просто какой-то, так сказать, спиритуальный облик возникает, что мы не видим конкретного лица, а помним в деталях. В деталях их конкретного земного вот этого физического существования. Будем помнить и лицо его, и платье его, и бедненькие, и сапожки его. Опять эти сапожки появляются. И гробик его, и несчастного, грешного отца его. То есть он призывает еще и возлюбить родных Илюши здесь. Что тоже очень важно. Сейчас поговорим почему. И о том, как он смело один восстал на весь глаз для него. И они действительно все объединяются вот в этой вот как бы общей памяти. Общей памяти. И не случайно там звучит вот дальше такое. А у Достоевского он всегда мастер деталь. Вырывающийся из уст Коли Красоткина. А это тот самый мальчик, который, в общем-то, к сожалению, тоже отчасти был виноват в болезни Илюши, потому что, ну, так сказать, споры и ссоры. Вот как-то он мучил там бедного этого Илюшечку. И в конечном итоге он чувствует, конечно, свою вину. И вот он говорит, если бы только можно было его воскресить, я бы обманул все на свете. Вот это, на самом деле, вырывающееся, конечно, из ребенка восклицание. Оно же не случайно подхватывается Алеше, который говорит, ах, и я тоже. То есть мы понимаем, что это не просто какая-то эмоция такая, ни к чему не обязывающая, а что это есть единственная, как бы подлинная и абсолютная реакция человека на смертную трату. То есть все остальное – это палеотив. Это как бы то, где мы себя уже начинаем, ну, как-то, так сказать, просто успокаивать и давать себе возможность, ну, как бы нормально жить и просто не умереть сразу, потому что действительно пережить умерших. Федоров всегда говорит, у него, знаете, есть такое выражение, когда он говорит, что мы даже не понимаем, какая аномалия заключается в выражении сыны умерших отцов. То есть сыны, живущие по смерти отцов, как будто бы ничего особенного, ничего не произошло. И он говорит, нравственное вот это противоречие сынов живущих и отцов умерших может разрешиться только долгом всеобщего воскрешения. Ну, Федоров, он человек сильный, вот на такие, как бы, слова. Ну, вот Достоевский в лоб такие вещи не говорит, но он показывает нам в деталях, что на самом деле, действительно, вот единственная, такая абсолютная реакция на смерть, это только стремление воскресить. Вот. И поэтому Достоевский говорит о Христе. Христе, который воскресил Лазаря, как вы помните. Ведь это же именно подлинная реакция, которую демонстрирует нам Христос, когда что он делает? Когда он воскрешает умершего Лазаря. Да? Когда он постоянно творит дела воскрешения, причем в субботу, когда вроде бы, как бы, по, так сказать, закону, по этой букве, иудейского закона, там надо почить отдел. И вообще ничего не делать. Как Бог почил и отдел. А он постоянно говорит, что, во-первых, Бог отдел не почил, а отец мой доселе делает, и я делаю. И что главное это делает, об этом очень хорошо писала Светлана Григорьевна Семенова как раз в своем анализе Евангелия, и в том числе анализируя и тему и Федоров, и Достоевский, и вообще говоря о Федоре, о том, что Христос, вот как будто бы, понимаете, постоянно он воскрешает, воскрешает, исцеляет и воскрешает. То есть исцеляет вот этих расслабленных, одержимых, бесноватых, понимаете, тех, кто был болен той же эпилепсией, понимаете, как вот, да, сам Достоевский, его потом мальчик. Вот, и исцеляет, и воскрешает. И воскрешает Лазаря. Какая у него реакция, когда он узнает о смерти друга? Он воскорбел и возмутился духом. То есть мы, во-первых, видим единственный раз по-настоящему в Евангелии вот эти чувства Христа, эту скорбь Христа, когда он, так сказать, идет, и что он делает? Лазарь Гридзевон. И вот дальше мы, собственно, к чему должны подойти? Вот помните, мы с вами разбирали роман, почему вот дальше Достоевский вот от этой темы памяти, значит, от скорби одушедших переходит к теме памяти, а дальше переходит к теме воскресения и нашего, так сказать, соучастия в нем и важности веры в воскресение, не только веры в бессмертие души. Вот это очень важно. Тут происходит качественное, на самом деле, такое качественное движение Достоевского. Вот после его встречи с идеями Федорова. Оно реально происходит, потому что от веры просто в бессмертие души он акцентирует вот эту тему веры в воскресение. Конечно, у Достоевского, безусловно, было. Была вера в воскресение, была вера в Бога воплощение, потому что Христос для него, мы говорили, идеал человека воплотит, образ того, чем должен быть каждый человек. Но вот этот акцент воскресительный, как бы соединенный с Христом, он по-настоящему Достоевского звучит именно в «Братьях Карамазовых». И давайте мы с этой точки зрения сравним два романа, где появляется вот этот, как бы, образ Христа. Это роман «Идиот» и роман «Братья Карамазовы», где, в сущности, Христос, он является, вот у Горского у него было такое понятие, Христа как центрообраза культуры. И вот для Достоевского Христос, конечно, как бы центрообраз, центральный образ вообще творчества. Но какой образ Христа в романе «Идиот» мы видим? Что там за картина у нас главная? Это картина Гальбейна «Мёртвый Христос». Мы говорили с вами о том, что сам Достоевский эту картину глубоко ценил и видел даже в самой этой картине как бы первый проблеск к воскресению Христову. К этому смерть можно будет побороть с сильным воскресением. Но в романе «Идиот» там другой ракурс взгляда на эту картину. То есть там нет ни одного героя в этом романе, который так бы прочитывал эту картину, как бы первая искра пробуждения жизни в этом ушедшем, умершем, распятом, измученном существе. Нет. Там вера пропадает, как говорит Рогожин, как вы помните. Там Ипполит Терентьев говорит о том, что законы природы всесильны, потому что они даже такое прекрасное существо, как Христос, не пожалели. И тоже его перемололи. И тогда природа видится в виде природного порядка, существования в виде какого-то глухого и немого зверя. Или какой-то машины новейшего устройства, которая вот так безжалостно своими челюстями перемолола это существо. Тут можно Тургенева вспоминать, его знаменитое стихотворение в прозе «Природа», когда там тоже герой входит в такую храмину, и там восседает женщина, прекрасная такая, в зеленой почему-то одежде, и он понимает, что это природа, он говорит, что ты наша вечная мать, ты, наверное, думаешь о нас, о людях. А он ей говорит, что все твари мои дети, я думаю о том, чтобы придать лучшую силу мышцам ног блохи, потому что равновесие нарушено, и нужно его восстановить. Разве не мы? Он в ужасе говорит, что разве не мы любимые твои дети? То есть мы мыслящие, чувствующие, все твари мои дети, говорит она, я их как бы равно ввожу в бытие, равно увожу оттуда, а ты пока защищайся и не мешай мне. Вот вам образ человека. Ну как с такой картиной мира жить? Понимаете, и вот герои Достоевского там живут, в такой картине мира, где Христос не воскрес, где не было воскресенья. Значит, не было, кстати, и чудес Христа, потому что какие чудеса, если Христос не воскрес, он не обладает силой власти, так сказать, над вот этими смертоносными стихиями природы, потому что воскресенье – это именно полнота регуляции, полнота власти духа над вот этим распадающимся естеством. То есть там Гальбейновский мёртвый Христос – вот это центрообраз этого романа. И Мышкин ведь точно так же, как этот Гальбейновский мёртвый Христос гибнет, потому что Мышкин тоже приходит, это фактически образ Христа, который не воскрес, Христос не воскресший. Потому что он приходит в мир, в котором как бы Христос – он только человек, и там не может быть воскресенье. И все усилия его, так сказать, спасти, пробудить к новой жизни, они же в конечном итоге кончаются ничем, и дальше он сам фактически впадает в идиотизм. То есть вот эти законы, так сказать, естества, они и в нём гасят, вот эту искру, как бы уже сознание и так далее. То есть вот они его перемалывали. Вот мёртвый Христос. А что у нас происходит с Христом в романе «Братья Карамазовы»? Кто мне скажет, где там Христос появляется? Там ведь появляется буквально Христос. Где он появляется? – В Великой Инквизитор. – Конечно, в главе Великий Инквизитор. И что же там нам рисует Достоевский в этой главе? Он рисует нам фактически пришествие Христа в мир. Причём в ответ на что? В ответ на какое-то совершенно вот такое вот напряжённое чаяние человечества, на какую-то его мольбу, на его потребность присутствия Христа в мире, причём как бы во всей полноте. На эти усилия любви, которые, так сказать, человечество в себе несёт. И вот что же там происходит? Вот является Христос, является в мир. Значит, во-первых, огромная радость. Христос потом там ещё, какой важный момент рисуется, Христос приходит туда, и что происходит? Лучи света и силы как бы текут от его облика. То есть нам является Христос, который опять являет всю вот эту полноту духа телесного преображения. Вот как на горе Фавор, когда он явился, и мы поняли, да, и человечество поняло, что вот эта наша плоть такая, так сказать, страдающая, невзрачная, смертная, она может так просиять. Она может и должна быть такой. Вот. И что он делает? Вот заметьте, Христос говорит там хоть одно слово, вообще ничего не говорит. А почему? Потому что Достоевский как раз спорит вот с такой вот гуманистической ринановской трактовкой Спасителя, и которая потом будет у Льва Толстого, когда Христос прежде всего проповедник нравственности. То есть в христианстве и в Новом Завете ценной оказывается Нагорная проповедь, но она действительно цена, потому что там даётся заповеди, даётся как бы правила поведения, как нам всё-таки вести себя на земле, чтобы осуществлять закон любви, чтобы любить друг друга, да, и так далее. Это прекрасно. Но для Достоевского вот эта Нагорная проповедь без воскрешения Лазаря и без воскресения Христова она абсолютно как бы проваливается. Это просто риторика. Риторика ни к чему не обязывающая. И вот поэтому он абсолютно знаковым образом, у него Христос там не произносит ни одного слова. Даже когда он стоит перед инквизитором, как вы помните, и великий инквизитор бросает ему свои обвинения, он тоже ничего не говорит. Он делает две вещи, но он делает. Христос там делает две вещи. Значит, первое, он воскрешает умершую девочку. И это очень важно. То есть он как бы опять манифестирует вот это главное в христианстве, вот это воскресение мертвых. То, на чём оно стоит. И воскрешает. А вот если мы всё-таки войдём в какой-то мегатекст, вообще культуры, и вот в этот как бы такой диалог в большом времени и Фёдорова, и Достоевского, и христианства, то мы вспомним, что в Новом Завете Христос не просто воскрешает и исцеляет, а Он заповедует ученикам исцелять и воскрешать. Он говорит, хотя же проповедуйте, як и явилось Царство Небесное, больных исцеляйте, прокажённых очищайте, мёртвых воскрешайте, бесов изгоняйте. То есть вот ко всей этой полноте регуляции их призывает. И во-вторых, Он говорит, верующие в Меня дела, которые Я творю, и Он сотворит, и больше всего сотворит. Причём это Он говорит перед тайной, на тайной вечере. То есть, понимаете, когда там ещё происходит вот этот эпизод причащения, когда причащаются апостолы вот этой божественной природе, спасителя, как бы новой природе всего человечества нашей, бессмертной природе. Значит, если мы всё это вспомним, то мы поймём, что вот этот жест Христа, это как бы есть некая заповедь. Заповедь всему человечеству. Заповедь вот нам всем, как бы теряющим близких, там, так сказать, как-то враждующим друг другу. Это первое. Это вот то, что надо воскрешать. И не случайно кончается, так сказать, роман вот этим исповеданием, так сказать, воскресенье. Непременно восстанем, непременно увидим и весело, радостно расскажем друг другу всё, что было. И поэтому вот эта память, которая призывает, конечно, Алёша, это, безусловно, воскресительная память. Это память, когда мы навстречу вот этой вечной памяти Божьей, как бы стремляем усилие человеческой памяти. Это вот воскресенье. И второе, что делает Христос, что он там делает после Второй? Кого он там целует? Целует. Целует. Великого инквизитора. То есть, понимаете, да, вообще, в принципе, как бы он должен был бы поступить, наверное, с ним так, как он поступил, когда он этих продающих изгонял из храма. Помните, есть этот эпизод в Евангелии, когда Христос изгоняет из храма продающих. Когда вот возмущённый вот тем, что храм Божий превращён, вот это, он сказал, дом мой дом, и молитва наречётся, а вы сделали его, как бы, так сказать, домом торговли. Да, он берёт хлыст, изгоняет продающих, там рассыпает их эти. Вот. То есть, Христос тут, как бы, вот момент такого, как бы, праведного гнева. А тут ведь, что он выслушивает от инквизитора? Ведь он на самом деле выслушивает от инквизитора очень странную, страшную вещь. Он выслушивает от инквизитора, как? Прикрываясь именем Христовым, потому что ведь прикрываясь именем Христовым, то есть, как бы, призывая ко всему прекрасному, высокому и хорошему, идёт колоссальная манипуляция человеком и человечеством. То есть, во-первых, мы как бы исправили твой подвиг. Там же он бросает, во-первых, Христу обвинение в том, что ты слишком высоко ставишь человека, что ты веришь в человека. А что в него верить? Они бессильные, жалкие бустовщики. Это стадо, которое нужно, с которым надо манипулировать, которое надо куда-то везти. То есть, тут фактически великий инквизитор рисует ему вот эту вот искажённую модель социума, которая чечество постоянно соблазняется, с которой сейчас мы тоже все как бы мы знаем, что мы все сейчас вольны или невольны. Эту модель великого инквизитора на нашу современность проецируем. И внутренний протест нас рождается, что это, в общем-то, абсолютно как бы тупиковая модель. Она тупиковая, и об этом говорит ведь сам инквизитор, потому что на самом деле сам инквизитор, то ведь он тоже как бы глубинно переживает. Но вот он не верит. Помните, Алёша говорит, ваш инквизитор не верит во Христа, но в нём, конечно, борются тоже противоположные влечения в этом инквизиторе. Не случайно же он отпускает в конечном итоге Христа. Но к чему он говорит? Тихо умрут, они и за гробом обрящут лишь смерть. То есть он как бы показывает, что вот этот путь, которым он ведёт, человечество, это путь тотальной, окончательной смерти. Это путь вообще абсолютного потери и образа Христова в человеке, и всякой веры в человека, и путь вообще к концу истории. И вроде бы, что должен был бы, конечно, проявить всю свою полноту, как он говорит, а он ничего не проявляет, он проявляет только полноту любви. Ведь это, кстати, даже, знаете, интересно. Вот я думаю, что здесь, ведь инквизитор отчасти выступает здесь в роли, не совсем, конечно, Пилата, потому что он, конечно, как обвинитель Христа в роли, может быть, Каевафы, если это сравнивать с Новым Заветом, но отчасти он здесь оказывается и в роли Пилата. Потому что на самом деле вот все эти обвинения, которые он бросает Христу, вот можно было бы, наверное, сравнить его, я не знаю, согласитесь вы или нет, но вот мне сейчас пришла буквально вот эта сейчас мысль, которая мне сейчас залетела в голову, и я ее сейчас сразу обозначу. Вот. Вспомним подпольного человека Достоевского, который отчаянно, как бы, так сказать, критикует все вот эти утопии, в том числе земного рая, хрустальный дворец, муравейник, курятник. Он говорит, я не приму его за свой идеал, но при этом он говорит, что я бы хотел, чтобы мне показали такое здание, которым я бы понял, что я могу не высовывать языка. То есть дайте мне полноту идеала, чтобы я мог реально за ним пойти. Как сне смешного человека, что мы сегодня будем разбирать, когда вот, так сказать, эта полнота идеала открылась, да, была, как бы, пережита, как свой собственный опыт. Вот. Героем сна смешного человека он уже готов проповедовать. И маленькую девочку я нашел, и пойду, и пойду. Я верю, что зло не может быть нормальным состоянием людей, да, что люди могут быть счастливы, не потеряв способности жить на земле. И поэтому, и вот великий инквизитор, если вы внимательно, то есть сделать такое медленное чтение вот этого вот эпизода, как бы, так сказать, спора, спора тут, собственно, великого инквизитора с Христом, потому что Христос в этом споре, говорю, делает только один, он молчит, и потом он целует инквизитор. Вот. То мы увидим, если вот детали эти проанализировать, что на самом деле в великом инквизиторе живет колоссальная тоже духовная жажда полноты идеала. И что в какой-то момент вот ему показалось, что вот этот вот, не случайно он говорит, что ты хочешь только вот счастья для избранных, а мы дадим это счастье всем, что в какой-то момент он вдруг усомняется в том, что это возможно, что это по силам человека. Вот. Не случайно же он был подвижником, когда-то, этот великий инквизитор. Да, когда-то. это очень важно всегда для Достоевского, потому что он тоже герой, он один из типов вот этого великого грешника. У Достоевского, собственно, каждый человек, он такой в некотором смысле великий грешник, но великий грешник, он как разбойник благоразумный, он может, так сказать, перемениться внутрь. И вот здесь, конечно, вот этот вот ответ любви, и поэтому он в некотором смысле, конечно, он искатель. И где-то он здесь соотносится с Пилатом, потому что вот если вы проанализируете, а я вам всем советую читать книжку от Светланы Григорьевны Семеновой «Глаголы вечной жизни. Евангельская история метафизика. Впоследствии четвероевангелия». Она есть у нас на сайте среди книг, она есть у нас в библиотеке. Там совершенно потрясающе проанализировано, это действительно целая драма. Это вообще сюжет, который мог бы стать предметом вообще такой мощной как бы художественного высказывания. Это вот этот вот, так сказать, сцена, когда Христа привели к Пилату, и когда Пилат вопрошает Христа, как бы что-то говорит ему, и пытается применить, насколько это возможно, его участь. Помните, он там к иудеям выходит, выводит, говорит, я не нахожу в нем никакой вины и так далее. То есть тут происходит абсолютно напряженнейшее сцена. И вот, конечно, для меня, вот, например, вопрос, почему Христос вот там вот, в этот, в момент стояния перед лицом Пилата, как-то не облегчил участь Пилата. Вот не дал ему какую-то, так сказать, ну вот эту луковку для того, чтобы сделать выбор. И на самом деле это очень важный вопрос. Это значит, что действительно Господь, он на свободу отпускает человека на свободу, в том числе, проявление вот этой силы любви, дерзновения подвига. Потому что единственное, что должен был бы сделать Пилат, абсолютно вот такой юродивый жест, отпустить спасителя, невзирая на то, что там потом скажут, так сказать, в Риме и прочее, прочее, прочее. То есть вот он должен был проявить этот подвиг. И тогда этот подвиг был бы на самом деле равносилен даже подвигу Христа. Он стал бы, собственно, первым таким исповедником Христа и даже мучеником вслед за, скажем, Иоанном Крестителем. У него был этот выбор. Вот. Здесь как бы Христос тоже стоит вот перед этим великим инквизитором, да, и вот тут тоже как бы от великого инквизитора требуется выбор. Но тут вот ему все-таки уже воскресение совершилось. как бы искупление совершилось. Вот я думаю, тут все-таки другая ситуация. И он протягивает ему эту луковку в виде поцелуя. Вот этот жест любви. Он как бы показывает ему вот в одном этом жесте поцелуя, что только любовь, она и есть этот инструмент, который вообще рушит все стены и который осуществляет всечеловеческое всемирное братство. Потому что что потом делает? Он распахивает. Он делает абсолютно вот тот самый пилатовский жест. То, что не сделал Пилат. Потому что что должен был сделать великий инквизитор? Завтра сожгу тебя, Дикси. Вот что он должен был сделать. Как Пилат. Он должен был, значит, сжечь. Вот тут он делает этот выбор. Он распахивает дверь и отпускает его на стопный грант. И хотя там дальше звучит это уже в обсуждении Алеши и Ивана, поцелуй горит в его сердце. Но старик остается в прежней идее. Но это как бы только суждение, внешнее суждение героя. А что на самом деле в сердце инквизитора мы не знаем. Это что называется только Господь. Вот понимаете, вот такие вот вещи делает Достоевский. Это действительно совершенно уникальные вот вещи, когда он, во-первых, говорит о полнотеечнической свободе, любви. И во-вторых, опять же, вот это вот, так сказать, тему воскресения и воскрешение делает нам основной. и тему любви как универсальной вот этой отмычки. Ну, плохое слово, но тем не менее, вообще вот, как бы, к тому, чтобы решить проблему общей жизни. То есть он фактически возвращает нас вот к этой записи у гроба первой жены, где говорится, что возлюбить человека как самого себя по заповеди Христовой невозможно, да, закон личности связывает я препятствия. Но один Христос мог, и поэтому на самом деле это возможно. Потому что Христос Бог и человек, идеал человека воплоти. Значит, осуществлять этот закон любви, несмотря на... И это главная тема братьев Карамазовых. Мы вспоминаем от старца Зосимы, который говорит, главное, когда его вопрошает госпожа Хаклахова, как мне научиться любви? Он говорит, учитесь любить ваших ближних деятельно, неустанно. Там возникает эта проповедь деятельной любви. Но с чего? Это, в общем, понятно. Она всюду там звучит, и мы понимаем, что когда герои проявляют любовь, сразу, так сказать, меняется вокруг них мир. Это уже, так сказать, мы много об этом говорили. Но сейчас неважно другое заострить. А откуда, где вот начало этой любви, где она вырастает, где ее горнило? И вот надо идти для этого к черновикам, братьям Карамазовых, опять, к теме, которые непосредственно опять же связаны с Федоровской темой. когда в келье старца Зосимы происходит вот этот разговор, так сказать, всех Карамазовых и старцев, где как бы предполагалось, что как-то решится. Значит, кто приходит? Приходит отец и сыновья, трое сыновей приходят. И, значит, мы понимаем, что там какая-то неразрешимая у них драма. То есть вот это, что мы видим? Неродственность и рознь, которая куда проникает? Самая святая святых человеков семейства. То есть здесь вот звучит эта тема неродственности, неродства. Вот. И что там происходит? Вот в подготовительных материалах там вот этот помещик, это будущий Дмитрий Карамазов, он пока еще не имеет там имени в подготовительных материалах, он спрашивает старца, как мне спастись? И тот ему говорит, учитесь любить. Учитесь любить родственников. На родственниках учиться любви. Вот там постоянно этот звучит значит акцент. На родственниках учиться любви. Потом уже в беловом тексте романа об этом скажет он госпожа Хохлаковой. Как раз. Вот. Он будет говорить именно об этой родственной любви. Постарайтесь любить ваших родных деятельно, неустанно. И чем больше будете преуспевать в любви вашей, тем больше будет рождаться и вера в вашем сердце. Вот он еще ставит вот эту любовь, в том числе к ближним и к родственникам, как основа как бы веры вообще, возревания, рождения вот этой совершеннолетней сознательной веры. То есть мы видим абсолютно здесь, конечно, сближающие, опять же, Федорова и Достоевского, идущую, конечно, из романа «Подросток», который мы в прошлый раз с вами разбирали, где там семья, это как бы вот эта ячейка как раз будущей общности. Мы видим, как эта тема здесь на новом витке начинает как бы возрастать. Вот эта вот любовь, которая рождается вот в этом теплом семейном очишке. И мы видим, как в романе «Братья Карамазовы» постоянно нам, Достоевский, нас к этому возвращает. Причем, какой там важный у него звучит в связи с этим моментом. Тем, что вот эта любовь родственная, семейная, она, во-первых, бескорыстная абсолютно, а, во-вторых, она тогда действительно каждого человека касается. Потому что, как говорит капитан Снегирев, как вы помните, когда он, знаменитая его беседа, когда Алеша Карамазов приносит ему деньги, чтобы как бы немножко загладить вину брата, который этого Снегирева публично протащил за Бороденку по площади. И что говорит Снегирев? Великое это дело создал Бог для человека семейства. Потому что нужно, чтобы и такого, как я, кто-нибудь возлюбил. Вот это очень важно, что нам показывает Достоевский, что вот эта семейная, родственная любовь, она как бы, проходя сквозь, ну, недостатки каждого из нас, да, она вот движется к этому какому-то сокровенному риднуру в нас, то, что мы любим, потому что мы все родные. А тут еще Федоров постоянно подчеркивает, и Достоевский это тоже подчеркивает, ведь это тоже еще единство такое, если хотите, генетическое. Потому что Федоров говорит, все потомки записали, предки записали себя в нас, и мы как бы некое одно тело с нашими родными и близкими, да, вот, потому что мы как бы еще и тут есть это родство на физическом уровне, не только на уровне там духовном и прочем. И вот это вот тоже очень важно. Вот, и нужно, чтобы такого, как я, кто-нибудь возлюбил. А дальше у него начинает появляться вот как раз в подготовительных материалах к роману Бесы идея, образ такого расширяющегося семейства. То есть, когда семья, она начинает восприниматься, и это то, что было глубинно близко ему самому, и то, что он прочитал у Петерсона, потому что Петерсон именно об этом ему пишет, излагая идеи Федора. Семья, как вот та ячейка, как бы, будущего этого всечеловеческого организма любви и братства. И там появляется, он говорит, семейства расширяются, вступают и неродные, заткалось начало нового организма. То есть, образ расширяющегося семейства. Значит, когда неродные вступают вот в эту общую семью. И тогда вот ткется этот организм всечеловеческого и всемирного братства. И это вот тоже, как бы, для Достоевского некий универсальный ключ к тому, как вызревает вот эта новая общность. Видим ли мы в братьях Карамазовых такое прорастание этого сюжета? Вот интересно, кто-нибудь скажет, где это есть? Братья Карамазовы, да, конечно, о братьях. Но мы там скорее видим в карамазовском семействе иное, по крайней мере, в экспозиции романа. Мы видим как бы сначала такую абсолютность небратства. То есть, вот то самое небратское состояние мира, о котором писал Федоров, где сами родные, не родные, а чужие. У Федорова есть такой листок, где он описывает впечатление своего раннего детства. И он говорит, что помимо, так сказать, голода, вражды, неродственности, то есть, голода, вражды и смерти, еще и одно из глубинных его переживаний, что сами родные, не родные, а чужие. То есть, они не позвали смерти кого на встречу насимую. Конечно, конечно. То есть, он как бы тоже замечательный. То есть, мы видим вот это карамазовское семейство, особенно в начале, как воплощение, конечно, неродственности, нелюбви и не братство. А интересно, что в подготовительных материалах к братьям Карамазовы там у Достоевского прям, знаете, вот к камертонам таким проходит. Были бы братья, будет и братство. Не будет братства, и ничего не будет. А дальше у нас вопрос возникает. А почему мы становимся братьями? И вот тут ответ дает Федоров. И об этом как раз Петерсон пишет Достоевскому. И это оказывается очень важно для Достоевского, когда он говорит, все мы братья по любви к отцам. Все мы братья по любви к нашим родителям. Вот, то есть для него, то есть к нашим родным, к родителям и к родным. И поэтому учитесь любить с родственников. И там еще более того возникает буквальная фраза воскресение предков зависит от нас, верю, что оживим и найдем друг друга в общей гармонии. И там более того Достоевский противопоставляет принцип революционного как бы изменения действительности, который неизбежно ведет через что? Через то, что пойдут братья, как он пишет в зимних заметках о летних впечатлениях, откалывать головы братьям, чтобы получить через гражданское учреждение братство. То есть для него вот этот революционный принцип, это всегда все равно он сопряжен с неким насилием. Там есть товарищество, да, есть братство, но это братство кого-то, с кем-то, против кого-то. А Федоров всегда говорит о том, что, и Достоевский об этом говорит, что мы можем враждовать только с грехом, мы можем враждовать то не с другим человеком, а как бы со злом и разделять носителя зла и зло. И Федоров говорит, что враждовать против слепой силы мира, так сказать, регуляции природы, а не сам человек, который носитель. И, значит, вот это воскрешение, оно противопоставляется как бы всем другим вот этим принципам социального регулирования. не воскресение, верю, что оживим друг друга и найдем в общей гармонии. Воскресение предков зависит от нас. И более того, там еще возникает такой момент тоже в подготовительных материалах, как раз то, что мы потом имеем собственно в братьях Карамазовых, когда, знаете, что говорится про Дмитрия будущего? Этот родственников не воскресит. Этот не только не воскресит, но еще и упечет. То есть понимаем, да, то есть два вектора тут как бы. С одной стороны, вот этот вектор, который, так сказать, ведет нас все-таки к образу семейства как практического начала любви, который расширяется для всечественной общности, а с другой стороны, вот это вот небратство и нелюбовь к отцам, когда Дмитрий, как вы помните, пишет, пусть в пьяном виде, но что у пьяного, да, на языке, когда он пишет, что пойду, проломлю отцу голову, только бы уехал Иван. Он пишет, он этого не совершает, но мы знаем, что в романе убийство совершается ровно по этому лекалу. Уезжает Иван и, так сказать, проломленная голова Федора Павловича Карамазова, только это делает другой брат, Смердяков. Ну и Дмитрий говорит слова Дмитрия широк человек надо бы сужать. Надо бы, конечно, но вот тут сужать человека не надо, как раз по Достоевскому, потому что сужать человека это тоже путь великого инквизитора. Да, 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 инквизитор, он просто чувствует себя вот эту широкость, но преодоление широкости оно как бы совершается потом в Дмитрии, когда, как вы помните, он видит сон про дитё. Там же происходит это перерождение, когда ему хочется сделать что-то, чтобы не плакала уже эта мать-дитей, когда он видит этот голод. Это тоже угрозу жизни, да, и сохших этих баб, этого ребёночка на руках матери. И когда желание как бы совершить что-то, чтобы не было вот этого всечеловеческого страдания. Но само это семейство Карамазовых мы видим. И, собственно, принцип вот этой неродственности там обозначает кто? Обозначает Иван, который говорит, один гад съест другую гадину, обоим туда и дорога. И, собственно, вот этот вот принцип войны всех против всех, мы видим его в очень разных сюжетах роман. Вспомните, какой начинается гадюшник, когда умирает старец Зосима, и монастырь, который вроде бы должен быть очагом благолепия, превращается в сущий ад, потому что там все начинают злословить по поводу провонявшего вот этого старца. И там приходит Ферапонт, и начинает обличать, и говорит, возгордясь, сидел. Понимаете, то есть и сам этот город Скотопригоневск как легко вообще теряет человеческий облик человек и человеческое сообщество, как легко вообще теряет тоже какой-то, так сказать, вообще человеческий облик. Мы это все видим. Само Карамазовское семейство. Но Достоевский тем, вот он, конечно, и велик, что он понимает, что вот может произойти то, что он говорил о главной задаче искусства 19-го столетия восстановления погибшего человека. Собственно, все братья Карамазовы, которые, так сказать, фактически являются соучастниками отца убийства, и это очень важно, потому что мы часто Алешу вот выводим тоже за пределы как бы этого сюжета, мы говорим о том, что, ну, Федор Павлович Карамазов, то есть Дмитрий Карамазов, он как бы в некотором смысле мысленно хотел убить отца, да, вот он фактически дал эту схему, Иван тоже в сердце своем как бы, так сказать, скрешетал на отца, да, вот, и невольно подтолкнул вот этим своим все позволено Смердякову к преступлению. Да, Смердяков, ну, так сказать, осуществил это убийство, вот, но Алеша, и об этом очень хорошо пишет как раз Людмила Ивановна Сараскина, ведь отцу убийства могло не совершиться, если бы Алеша исполнил ту заповедь, которую дал ему Зосима, когда отправлял его из монастыря, он его для чего посылал в мир, он сказал, будь с братом Дмитрием, то есть он его, он понимал, что, как прозорливец, понимал, что может совершиться преступление, и он посылал Алешу, чтобы тот был с братом Дмитрием, что происходит, Алеша переживает глубоко смерть старца, но дальше у него такая самолюбивая болезненная реакция, и он уходит в бунте из монастыря и вообще забывает об Иване, забывает о Дмитрии. И именно вот в эту ночь, когда, так сказать, Алеша проходит свою траекторию, он потом возвращается к вере, он обретает это видение Каны Галилейской, где тоже, кстати, является Христос, что очень важно, Христос воскресший, когда он, собственно, обретает веру уже, полноту веры Алеши, когда он слышит в келье старца Зосимы чтение над его гробом Евангелия в Кане Галилейской. А вот этот образ пира в Кане Галилейской, где Христос притворил воду в вино, когда была бедная семья, там был пир, и не хватило вина. И тогда он притворяет воду в вино, но вот символические толкования этого жеста Христа, вода в вино притворённая, это образ тоже преображающейся материи, который как бы становится Богом материальным, нового вот этого строя мира. И он видит этот пир как бы будущего преображённого мироздания, на котором он видит и старца Зосиму воскресшего, и множество людей, и Христос новых гостей ждёт, новых беспрерывно зовёт сюда во веки веков. Он обретает эту веру, помните, он выходит потом под купол селяющих звёзд, да, падает на землю, целует его, чувствует, как нити бесчисленных миров Божьих сходятся рядом в душе его, вроде бы всё хорошо, но он ведь не исполнил главного. Он не был рядом с Дмитрием. И ведь это же тут надо вспомнить поучение Зосимы, которое будут звучать потом в книге старца Зосимы, когда он говорит, всё как океан, всё течёт и соприкасается в одном конце, в другом конце мира отдаётся. То есть получается, что вот в этом отцеубийстве оказываются виновны все, даже этот ангел Алёш. Не говоря уже о том, что вот вы очень точно сказали, что ведь Смердяков, ведь никто из них не называет его братом. А ведь он брат. То есть ведь этого тоже надо задуматься. Вот где были бы братья, будет и братство. И мне вот, я когда писала вот в работе, у нас такая вышла большая работа «Богословие Достоевского», как раз Татьяна Александровна Касаткина была составителем этого труда, там у меня как раз большая работа о Достоевском «Образе Троицы». Она тоже есть в интернете. Я там рассматриваю как раз вот эти три разговора со Смердяковым, которые происходят у Ивана, когда он приходит к Смердякову и вообще пытается выяснить, так сказать, что произошло. И в некотором смысле потом выясняется, что убил не брат, то есть не Дмитрий, а убил Смердяков, но тоже же брат. И там вот в этих, особенно в третьем разговоре, там это просто опять же можно медленно прочитать, ты видишь, как там есть такие развилки, когда в сущности Смердяков чего он жаждет, чтобы Иван по-братски разделил с ним вину. Ведь что делает Иван? Иван от него отчуждается, он его обвиняет, а значит, сначала значит, убил брат, а потом значит, убил ты, а брат не виной. А он ему говорит, вы убились. Почему ему постоянно Смердяков говорит, вы убились? Я убил только с вами, я был вашим Личардой, верно. Потому что вот это вот разделение общей вины, это тоже путь вот к братству. Потому что это путь к такому совместному покаянию и к братству. И почему вешается Смердяков? Ведь Смердяков, может быть, пошел бы даже и на суд, мы не знаем. Если бы Иван по-другому себя повел. Ведь он же над Смердяковым надмивается, говорит, ты со мной завтра пойдешь, и мы с тобой там все покажем. Но никакой любви, никакого понимания, родственности он к нему не проявляет. То есть вот нет здесь братства. Вот какие вот зашивает Достоевский на самом деле вещи в этот роман. Мы так вот его часто легко читаем, нам кажется, что все понятно. На самом деле там очень много такого. Вот. И тем не менее, все равно вот все они, вот эти братья Карамазовы, оступаясь, так сказать, падая, вот как по принципу, который выразил Достоевский в подготовительных материалах к роману «Бесы». Ангел никогда не падает, бес до того упал, что всегда лежит, человек и падает, и восстает. Вот по этому принципу они, тем не менее, все равно все пробиваются вот к этой вот тайне общей жизни, к тайне любви, братской любви. И это очень важно. То есть все-таки они пробиваются к братству. Мы это как бы видим. Ну а где осуществляется этот образ семейства как практического начала любви? Ну, можно сказать, что отчасти он осуществляется именно на каких-то отдельных сюжетах. Это во взаимоотношениях того же Алёши Карамазова с Иваном, с Дмитрием, и главное, с отцом. Потому что ведь единственным человеком, который проявляет к отцу любовь, который вот искренне, нелицемерно любит отца, несмотря ни на что, это Алёш. Потому что все остальные братья, они как бы испытывают к отцу достаточно негативные чувства, мягко скажем. У них нет любви к отцу. А Алёша абсолютно нелицемерно любит отца. И интересно, какая реакция самого Фёдора Павловича. В нём начинают тоже пробуждаться добрые. Вдруг какие-то добрые чувства. Он зовёт его на уху. Он говорит, «Эх, Алёшка, люблю тебя». Понимаете, то есть в нём даже совесть пробуждается. Когда, помните, он размышляет о крючих. Он спрашивает Алёшу, есть ли ад вообще? И будет ли ад? И он говорит, что для такого, как я, нужны крючьи и сковородки. Потому что, как бы иначе, так сказать, то есть он чувствует, он называет себя старым шутом. Понимаете, вот как интересно. И вот Алёша проявляет, можно было бы сказать, но на самом деле это другое семейство. Это семейство Снегирёвых. Вот если мы посмотрим с вами, разберём весь этот сюжет, связанный с семейством Снегирёвым в романе, вы помните, что сначала это семья, которая как бы фактически в некотором смысле обособляется от мира, ну просто в своём свивается, в таком тёплом очишке, а вокруг, в общем-то, мир неродственный бушует. Потому что это и капитан Снегирёв, которого за Бородёнку Дмитрий по площади тащит. Это и мальчики, которые, как вы помните, насмехаются и над Илюшей, и над его отцом. И он вынужден бросать в них камнями, а не в него. То есть, так сказать, вот идёт эта вражда. И ощущение такого неродственного мира, и мы видим это семейство Снегирёвых, где, да, оно такое неказистое, немудрящее, но какая там полнота любви. Это мамочка, безногая, безногая Ниночка, мамочка немножко такая, тоже, такая детская, трогательная, немножечко блаженная. Но они все бесконечно друг друга любят. Вот этот Илюшечка, вот если вы будете читать, да, как попадает туда Алёша в это семейство, вот, а что потом начинает? И сначала ведь как они реагируют на приход Алёши, тот же Снегирёв, они с некоторым недоверием, то есть сначала они как бы не впускают в свой мир. А что потом начинает происходить? Алёша тем не менее приходит. Потом начинают приходить мальчики, когда уже заболевает Илюша. Причём мальчики приходят те самые, которого этого Алёшу, так сказать, казнили и обижали. Приходит, наконец, Коля Красоткин с этой собакой Перезвоном. А мы помним, как Илюшечка тоже чувствует свою вину, ему кажется, что он виноват в гибели вот этой маленькой твари. То есть нельзя зла проявлять даже по отношению к маленькому существу, собачке какой-то. И вот эта собачка уже, то есть полнота. И что там происходит? Там происходит как раз природнение чужих. То есть на самом деле, вы заметите, вот если вы будете читать роман, но сейчас просто уже нет времени цитировать, но вы просто прочтите сами сквозь эту призму, вы увидите, как там, во-первых, всё с каждым их приходом, всё более родственные и сердечно их принимают. Они уже как родные. Они уже, как, так сказать, члены этого семейства. И особенно потом, когда они хоронят Илюшечку, и потом идут блины есть в этот дом, да, как близкие, родные люди, чтобы упоминать вот в этой уже общей трапезе. и уже там нет разделения на родных и чужих. Вот это расширяющееся семейство, из которого ткётся вот это начало нового организма всечеловеческого всемирного братства. И не случайно вот этот финал романа, где Алёша с мальчиками, они, конечно, это такое образ рождения церкви, такой апостольской общины. А что такое апостольская община, если мы с вами вспомним опять же Новый Завет? Было у них одно сердце, одна душа. То есть это не слиянность и не раздельность, это по образу и подобию троицы. Где в романе предчувствуется и проговаривается этот образ? Он проговаривается в беседе с кельей старца Зосимы, где, как вы помните, о чём главный спор? Идёт спор о церкви и церковном суде, и рисуется перспектива как раз эволюции общества, государства, как говорит Зосима, как союза почти что языческого в единое вселенское владычествующую церковь. Но надо-то задуматься, а кто высказывает эту идею? Иван Карамазов, который вот с одной стороны, скрижище в сердце своём, один гад съест другую гадину другому туда и дорога, а при этом мы понимаем, что в сердце Ивана, как в сердце каждого героя, братья Карамазов, бьётся вот это чаяние всечеловеческой любви, общности и другого устроения жизни. Не случайно же так болезненно он в этой споре проид-контра с Алёшей, он примерно как великий инквизитор Христон, бросает ему эти обвинения, и он рисует ему эти картинки. Опять же, неродственности и зла. Когда даже родители там издеваются над маленьким ребёнком, когда мальчика травят на глазах у матери собаками, и он говорит, ну как же вот этот вот неродственный строй, как же можно потом принять гармонию, если вот такой здесь ад. И в то же время он говорит, а если не принять гармонию, не принять, что все будут прощены, тоже невозможно. Какая гармония, если ад я простить хочу и обнять хочу, я не хочу, чтобы страдали больше. То есть вот он бьётся в этих противоречиях. Он бьётся в этих противоречиях. Мы понимаем, что он чает этого всечеловеческого всемирного братства. И вот его, эта статья о церкви, церковном суде, это вот это вот чаяние, которое в нём рождается. Как чаянием является и поэма «Великий инквизитор», который кончается этим поцелуем Христа. А начинается чем? Эпизодом хождения Богородицы по мукам, где тоже звучит это чаяние всеобщности спасения. Это одна из важнейших тем братьев Карамазовых, которые тоже связывают с Фёдоровым. Которые тоже связывают с Фёдоровым, как убеждённым сторонником об окатастосе. Эти мотивы были тоже в письмах Петерсона, Достоевскому. То есть, какое высокое напряжение возникает. И вот о чём главное говорит Зосима, разъясняя вот эту модель обращения государства и общества в церковь. Он говорит, что в этом принципе церкви там принцип любви. И там разделение греха и личности. И там нет отторжения, скажем, оступившегося члена общества от этого тела человечества. Он говорит, что обычный суд юридический наш суд, человеческий суд. Мы отторгаем преступника как уже абсолютно отпетого. Так сказать, всё, мы его как бы от нашего вот этого организма человечества отрезаем. А постоянно об этом говорит Зосима, что когда мы это производим, мы обрубаем самих себя. Мы себе руку отрезаем, руку, ногу, там, что угодно. Потому что другой – это тот же ты. Это постоянно звучит в братьях Карамазовых. И поэтому этот принцип церкви, который, когда... И там же ещё, помните, Зосима, он говорит, что если... Это уже будет в его проповедях. Что ты можешь пойти даже и пострадать за преступника, который совершил грех. Потому что и ты отчасти в его преступлении виноват. Ведь в этом смысле, в этом же глубинный посыл того, что делает Дмитрий, когда он идёт на каторгу. На самом деле. Когда он говорит, что он хочет пострадать. Это вот тоже связывающие с проповедью Зосимы вещи. То есть вот этот ткёцый организм через любовь, через вот это братство, восстановление родства. Ткёцый – этот организм всечеловеческого всемирного братства. И более того, там даже возникают вещи, которые... Ну, мы в прошлый раз говорили с вами о том, как... Это уже сейчас я завершаю. Как страдает подросток от того, что он не может перепрыгнуть в высшее сословие. Что он вроде сын Версилова, а не может, так сказать, права состояния унаследовать. А при этом как надмивается над лакеями. То есть он сам человечество делит по сословному принципу. И мы говорили о том, что ему не обрести братство и родства, пока он не откажется от этого принципа сословности. Вот тот же самый мотив возникает в братьях Карамазовых, где там вот это нечто о господах и слугах. И рассказ Зосимы, собственно, его история взаимоотношений с его дьячаком Афанасием. Ну, вы помните, как, так сказать, с чего там все начинается? С того, что, идя на дуэль, желая в ревнивом, он еще не старец, он еще молодой офицер, желая в таком ревнивом соперничестве, так сказать, истребить своего соперника, вот, с которым они там враждуют за одну женщину, значит, он избил накануне своего денщика. В общем, ни за что. Фактически выместил на нем какой-то гнев свой. И вот он утром просыпается и понимает, что он совершил, что он человека себе подобного, вот такую же богом созданную личность, он, так сказать, вот бьет, унижается, что это недопустимо. И он падает в ноги, он просит у него прощения, там, и так далее. И дальше, какой происходит эпизод уже спустя много лет, когда Зосима становится странником, когда он уже странствующий монах. И вот в одном из городов он ходит, собирает подаяния на монастырь. И он встречает вот этого своего денщика. И там потрясающий этот эпизод, как денщик к нему бросается, говорит, господи, вы ли это вашим, так сказать, превосходительствам? И он его ведет себе в дом, он его кормит, дает ему ночлег, и в конце ему полтину сует, говорит, вам странно, ему пригодится. И вот как трактует потом сам Зосима, он говорит, что были мы как бы слуга и господин, а теперь между нами великое всечеловеческое единение произошло. У него там размышления нечто о господах и слугах, где он говорит, что почему нельзя принять слугу в свою семью? Вот опять этот образ расширяющийся семейств. А когда ты принимаешь слугу в свою семью, ты уже относишься к нему не как к обслуживающему персоналу, не как к чему-то стоящему ниже себя, а как к абсолютному брату, как к родственнику своему. И он говорит о том, что вот это ключ для Зосима, опять же, к этому всечеловеческому всемирному братству. Он говорит, и мы со Христом это общее дело решим. То есть вот, собственно, такой как бы завет Достоевского нам с вами, который соединяет действительно тему братства, родства, семейства, как практического начала любви и вот этой воскрешающей памяти и воскрешающего общего дела, того, что воскресение предков и всех ушедших зависит от нас. Вот. Это совершенно потрясающее слово, которое было потом, конечно, и прочитывалось по-разному. Вот я хотела вам показать одну книгу. Это сейчас у нас в Институте мировой литературы несколько лет назад. Это такой воскрешающий подвиг замечательного нашего литературоведа Ольги Алимовны Богдановой, который очень любит работы такого Комаровича. Это Василий Львович Комарович, известный очень литературовед 20-х, 30-х годов, который вот в силу обстоятельств не все его работы были собраны, и вообще как-то он был забыт очень часто. Но главное, что он сделал, было в 20-е годы немецкое издание Достоевского, в том числе рукописи Достоевского. И впервые вот эти подготовительные материалы к роману «Братья Карамазовы», где появляется этот образ расширяющегося семейства, как практического начала любви, и вот воскресение предков, которое зависит от нас, были опубликованы на немецком языке. Они впервые появились по-немецки. Они только потом, в 1935 году, были уже в литературном наследстве, там, в подготовительных материалах, опубликованы по-русски. А впервые первая публикация была немецкой. И вот он предварил публикацию вот этих подготовительных материалов «Братьям Карамазовым», предварил такой статьей «Отцеубийство и учение Фёдора во всеобщем воскрешении», где он показал, что фактически, собственно, он тут писал о том, о чем потом Светлана Григорьевна Семенова будет писать, что Достоевский ставит в том числе некий эксперимент с Фёдоровской мыслью, когда он говорит о том, что ну как, вот вы говорите о любви сынов к отцам, а если отец такое нравственное чудовище, что же его любить? Ну вот семейство Илюши Снегирёва показывает, что любить надо любого отца, Алёша Карамазов тоже показывает, что любить надо любого отца. И мы понимаем, что весь сюжет романа говорит нам о том, что отца убийства – это путь к самоубийству. И это очень интересно вот здесь трактует сквозь призму идеи Фёдорова, сквозь призму, кстати, Соловьёвской темы смысла любви, вот трактует здесь Комарович. Очень интересная такая вот трактовка. И сейчас это переведено, то есть это обратный перевод. К сожалению, русского текста этой работы, несмотря на то, что Ольга Алимовна много работала в архивах и в сохранившемся бумагами Комаровича, она не нашла. Но всё-таки вот сделан был обратный перевод, делал его такой Александр Креницын, тоже наш, так сказать, талантливый филолог, профессор МГУ. И вот как раз здесь вот многие эти темы звучат. Здесь и другие работы о Достоевском. В общем, это такая, мне кажется, важная книга. Важная книга. Ну вот так. А, конечно, что ещё важно, вот соединяется с этим всем, так сказать, с этим всем как бы заданием и образом вообще будущего и ключа к тому, чтобы всё-таки это будущее было действительно светлым, это такое понятие радости. Вот если вы прочитаете роман «Братья Карамазовы», вы увидите, как вот одно из ключевых, ключевых вот этих формул, которые там звучат, и мира, и ощущений, которые испытывают герои, вот тогда, когда они жертвуют собой ради других, когда какое-то понимание им является, когда, так сказать, вот тот же Алёша видит, например, видение Каны Галилейской, или Дмитрий понимает, что его, так сказать, какому-то новому зовущему свету вот это видение, да, так сказать, зовёт, или старец Зосима, который просит прощения у деньчака, в сердце разливается огромная радость. Вот это ощущение радости, как такого райского состояния, как вот этого маркера райского состояния, лакмусовой бумажки, по которой определяется идеал. То есть вот как определить идеал? Вот приносит ли этот идеал человеку вот эту полноту радости, ощущение действительно вот всей этой полноты бытия или нет? Вот эта радость, которая в уме и сердце человека, так сказать, присутствует, вот она и есть некая проверка, проверка идеала. А для Достоевского радость, она неразрывна вот от любви, конечно, безусловно. Это полноту радости, человек в этом обретает. Всё, спасибо большое.